Здесь функционируют две фабрики, обе предельные. На одной из них производится пряжа методом кольцевого разделения, другая производит пряжу по технологии open-end. В производстве пряжи Азербайджан использует только местное сырье. За минувшие шесть лет в Менгечевирском промышленном парке произведено продукции на 80 миллионов монатов, 67-миллионная часть которой, или около 84%, отправлены на экспорт. Продукция продана в основном в Турцию, Украину, Россию, Португалию, Польшу, Пакистан и другие страны. Мы работаем в четыре смены, в каждой смене по 52 человека. Это наше постоянное место работы. Несмотря на пандемию, мы продолжали работать. Мы очень рады, что вносим посильный вклад в развитие нашего государства. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 1300 тонн. В месяц установка и дополнительное оборудование планируется увеличить производство еще на 300 тонн. Цель – увеличение объемов экспорта. Конечно, чем больше мы усилием местное производство, тем больше будем развивать нефтяной сектор. Увеличение рабочих мест в регионах – и все это стратегические планы нашей компании. На первом месте должно стоять местное производство, чтобы количество рабочих мест на местах росло, чтобы люди работали. Во-вторых, мы предлагаем не полуфабрикат, а готовую продукцию. И можем выходить на мировой рынок как бренд. Но, как я уже сказал, все это будет поэтапно. Все это рассматривается в перспективе. На сегодняшний день Менечевирский промышленный парк вложен на 159 миллионов монатов инвестиций и создано около 500 постоянных рабочих мест. В целом, все индустриальные парки и кварталы в стране считаются эффективными направлениями развития с точки зрения экономических показателей. Ненефтяной экспорт увеличился более чем на 40%. Это позволяет нам возить в страну валюту не только за счет нефти и газа, но и за счет другой продукции. Необходимо учесть, что население в стране растет. Значит, растут и потребности, внутреннее потребление. В таком случае увеличение ненефтяного экспорта действительно может считаться большим достижением. Все эти цифры – показатели не только прошлого года. В их основе лежит наша долгосрочная экономическая стратегия. В связи с высокими результатами создания крупной промышленной инфраструктуры, а также имеющимся потенциалом, было признано целесообразным создание индустриальных парков и нас обожденных от оккупации территориях. С участием главы государства заложены фундаменты промышленных парков Агдам и экономической зоны Аравской долины. Хотелось бы затронуться интересный нюанс. Ряд товаров, импортированных в нашу страну в предыдущие годы, уже производятся в наших индустриальных парках. Примерами этой продукции являются ферросплавы, полимеры, стеклянные панели, карбамид, агрохимикаты, мешки для использования промышленной продукции, пряжа и другие товары. Эта продукция удовлетворяет внутренний спрос в стране и экспортируется в более чем 30 стран мира под брендом «Мейден Азербайджан». Отметим, что в индустриальных парках создан благоприятный инвестиционный климат для развития предпринимательской деятельности. Так, бизнесмены освобождаются от уплаты налога на имущество и землю, а также от налога на прибыль сроком на 10 лет с момента принятия в резидента индустриального парка. К технике и технологическому оборудованию, а также установкам, приобретаемым за рубежом для производственных целей во время импорта, применяются льготы на НДС и таможенные пошлины сроком на 7 лет. Кроме того, резидентам предоставляется готовая инфраструктура за счет государственных средств, а также долгосрочная аренда земли предпринимателям по минимальной цене. Продолжение следует...